доброго времени суток котятки юбилейный 20 выпуск рубрики best replace на сайте goodgame.ru и на канале goodgame на ютюбе вас приветствуют естественно как всегда на своем месте ваш любимый краб баниур и юбилейная демка будет посвящена джентльмен ради которого вы все еще остаетесь на гг.ру и от которого так ждете флешечку конечно же игре бобра который в паре с цоколем тут недавно организовывал стрим и вот это демка одной из игр этого стрима в общем получилось неплохое противостояние мы будем смотреть естественно от лица goodgame.ru он же майкер он же самый объективный модератор он же в главный враг краба но я имею ввиду смайла краба в общем у него много имен и личин короче говоря сокол да вот рядом с ним обмениваться они контролем и карта тартл рог значит эльф-орк против эльфа и судя по всему хумана да хумана который как мы видим тут поздний алтарь решил поставить и будет выходить через кузницу казармы в очень поздних рифлов и я так понимаю с первым паладином скорее всего потому что рифлам архимаг не нужен готово рифлы кастовать ничего не умеют максимум что они могут кастануть это шрапнельный снаряд соляной дроби в задницу вот это они умеют но для этого дед на коне вряд ли подойдет в качестве главного погонщика и мотиватора вот здесь до паладин тут соответственно демон хантер майкер ставит трусливый барак на базе надо его тренировать конечно у меня был с ним шоу матч отскочил просто отскочил майкер буквально мы так сражались такие 50 минутные зарубы но повезло бобру надеюсь вы не смотрели записи иначе иначе все мои слова окажутся ложью сокол идет выбивать книгу опыта естественно сейчас телепорт продаст здесь скриппинг прошел с бараком успешно нет он идет выбивать глаз просто глаз но демон хантер врага застает соответственно блэд мастера за этим постыдным занятием играет давайте помогу плейт от стыда просто видите ушел в режим стелс майкер жжет я так понимаю нет не жжет у него моноберн я думаю он с омоляции забежал к рабам тут фермы его застроили смотрите чего творит хуман в общем неплохо неплохо контролится ну и теперь демон хантер добивает все то что не сделал блэд мастер это очень важная точка там блэд шары наверное огоняет в общем идет взаимных а раз ой ой демон хантер то едва не отклеился у него 7 хп бог ты мой у главного баба братом тоже немного хп но я думаю что сейчас за ним увяжутся кто-нибудь нет то за ним грант ему просто один удар гранта наверное пережить не удастся потому что они в качестве миссы по бегушке идут блэд мастер вышел на перехват ну 1 дыха обидно конечно терять надо как-то на крипах что ли отдаться потому что чувствует чувствует за своей спиной же разгоряченное дыхание блэд мастера и убивают по моему убивают бамбы демон хантера ну так по динамике просто нам не показали экспириенс у блэйда ну посмотрим его чуть позже да в это время но самый противный герой который только может быть нанят эльфом против паладина это как раз демон хантер здесь боевые когти плюс 6 по моему не получил блэйд хотя нет как раз откуда он еще опыта бы столько получил да по моему он именно за убийство героя получил этот экспириенс ну что ж хорошо вот тем временем конечно же технологии грейды везде идут охотничий зал строится сельф будет выходить в ряд я так понимаю хуман добавляет кажется второй барак вполне может быть так будет какой-то какая-то месть от пламенного пламенный конечно возгорелся дополнительно от этой нелепой смерти на бамбре отдал соколу когти отдал сапожки перекупает кстати сокол здесь инвиз купил у инвиз просветку конечно нет сапожки не перекупает сокол мы видим сапог в магазине достаточно видимо у них распродажа да ну что сказать об этом матчапе здесь конечно конечно связка эльф орк посильнее потому что именно орк становится на тир-2 той самой дамажащей силой которая может проконтрить рифлов то есть здесь не спирит линг здесь райдеры сеткой блэдмастер режет демон хантер тоже не кисло нарезает самое главное паладин всегда без мана хоть блат мага бери скорее всего и возьмет его хуман я демку не смотрел здесь нога от эльфа нога признак пуша в лейте это абсолютно бесполезный герой священная роща осквернена тир-3 сразу майкер запускает но будет выходить в медведей понимая что я ничего не понимаю понимаю что в принципе видимо тир-2 орка позволит ему пережить какое-то наступление хотя вот может быть это шаг от майкера я промечу потому что он остается без рису без боевого лимита довольно долго видите как он халявит у него тир-3 запущен фактически с одним героем он бегает гранты встречаю демон хантера нога взята майкером для того чтобы тоже отбить этот какой-то пуш предполагаемый но вот без героев это большая халява я честно говоря считаю что это рискованный шаг но бобру виднее и вот приходит тот самый тайминговый пуш как мы видим 5 рифлов паладин пускай без маны зато с молотком и арчи тоже бегут до бегут ряд добавит еще скорее всего и добавить с арчами рядами и флаг отменили важное здание демон хантер получил живительный хил пола регенит ману ну и все вот начинается пуш жесткий пуш а что орка торг сейчас степнется у орка будет ну я не знаю по сути на одном соколе будут сейчас держаться ребята битые герои кстати демон хантер получает люлей не до контроль не это контролем молодец майкер выпивает по ушам какая-то его они понятны в общем что-то выпил как-то подкидывался то ли по ушам то ли с хайл захидал так отгоняют немножко здесь конечно нужна стенка самое главное что дыха пробиты у соперников и они матча только что чайник ставил выключи пожалуйста я комментирую продакшен продакшен уровня бог происходит сейчас на ваших глазах на что делать у меня нет своей студии да ну в общем как-то к отковырялись первоначально и вот казалось бы что дальше уже не будет никаких проблем майкера соколя потому что кстати соколь это не просто рандомный партнер это один из стримеров гудгейм . но скорее сокастеров сейчас выступает в карте в кооперативе папка с майкером играет ну и конечно варкрафте у него достижения были довольно весомые в свои годы играл на самом высшем уровне ездил на вцг не выигрывал его правда но тем не менее уровень был очень очень высокий переиграл со всей длинкой да тем временем на красную точку покушаются цоколь и майкер посмотрим что достанется здесь такой девайс к и что бог ты мой вы посмотрите на этого блэйд мастера плюс 29 атаки до соколю прет как чемпиону вцг практически с дропом но этот блэйд конечно раздаст рифлом под спирит линком и самое главное что нет стенки никакой у хумана и эльфа да тут ряды козы это не стенка рифлы вот чисто на контроле конечно можно выезжать за счет хитн раны безусловно там сетки у райдеров есть плюс митскер уже вовсю наклепывает медведей по тапочи дай мне 15 минут пожалуйста да ну что и push номер два в принципе это улыбновая стратегия потому что рифлы это не юмит в лейте собственно крит массы не будет никакой поскольку он играет без экспанда не сможет построить 90 таких рифлов поэтому нужно пропушивать сейчас берут с собой трех виспов лорку с медведем отменят 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 майкер теряет медведя суть по всему не успел или то есть другой лорки нам показывают да ну great хотя бы great лапка это важный great кстати вот если бы угадали с лорницей сейчас соперники то майкер остался бы без грейда на лапку и медведи не смогли бы не смогли бы форму форму при принимать соответственно не были бы боевым юнитом и наверное все было бы кончено уже здесь на сокола и майкера короче как-то на халяве они раскрутились смогли отбиться от первого пуша и вот сейчас выдерживает 2 прекрасная стенка из дриад но рифлы должны лупцевать безусловно эльфу наверное все-таки нужно было каких-то хантера строить для этой стратегии потому что дриады это так себя боевой юнит в плане дэмэджинг может и дают отлично штрафуют на диспеля там что-то там кто умер кто умер а именно умер кажется паладин до паладина мы не видим на карте почил в позе но тем не менее очень много красных очень много и соответственно они просто по юнитам работают теряя героев тем не менее врубает инвул блэйд маста блэйд маста конечно это единственная надежда вообще и опора потому что ой ой демон хантер под угрозой демон хантера тоже теряет остается нога и блат мак но продолжается эта осада майкер сейчас должен потерять демон хантера да да давно теря нет нажал молодец ногу отдает гамбитом ну и блэйд мы видим с тремя когтями нарубает салат мелкий из рифлов тем не менее тыкать в героев ребята тоже могут вот они сейчас это демонстрирует и следующий падает шэдоу хантер тут приходит приходит блат мак помогать нужно высасывать ману нужно кидать бенниш на рифлов нужно работать работать жестко в кость и так от атака продолжается вот мы видим да что майкер собственно не успел армию построить и сидит с двумя героями без абсолютно без лимита последнюю ложницу безбожно уничтожают бобер призывает своих последних верных ему прислужников виспов они же модераторы в чате вот высасываем ману молодец молодец здесь гоняют орков выкупил бы как героя ему удрятку под контроль ну грант не должен занята паром доставать по идее он одинокос целое стадо попытка окружить демон хантера ну да такая себе идея поскольку тут бенниш неплохая кстати вот по деревом я про бенниш забыл но тем не менее демон переживает катаклизм и теряет лорницу майкер то есть все теперь только на соколе можно держаться майкер должен его фидонить изо всех сил и ресурсами ну вот халявка халявка так и наказывается пошел faster 3 без армии получи нога бочком лесом как селедка пытается вырваться на свободы ну здесь ситуация выглядит безнадежной но вгрызается в героев майкер соколом не успевают просто вообще ничего понять было blood mac и вот сейчас нога вообще нет ком не контролят ребята ногу вот только сейчас начали отводить ну куда это годится зато бегут новые два две новых два новых томов experience для майкера и сокола и вот сейчас врубает диван шилд окружает ногу нет не окружает ряд тем временем похончу сливает сливает эльф и рассыпается этот лимит то есть сейчас прокачанные герои нашей славной команды могут в принципе разбираться со всеми этими мало хитовыми юнитами и вот блэд мастер собственно пытается сейчас демон хантеру люлей вломить демон хантер на последних убегает shadow hunter тоже как мы видим сделал на шпагат в очередной раз у дыха есть тп вот пожарничает он но надо жать потому что то 3 до жмет молодец ну и все посмотрите вот ничего не остается нога бита демона лупцую тоже вот здесь просто полезь полезь убей там буквально по ползалтка надо сделать но наши доблестные красные вояки решают что нужно отменять майкеру здания и дают шанс соколу хоть какой-то шанс дают ему время чтобы выкупить героев сокол собирается с последними силами и осаждаемые ордами нет ордами они не осаждаются они осаждаются людьми и эльфами но вот осаждаемыми осаждаемые целыми батальонами полчищами этих самых людей эльфов майкер просто стоит я не знаю почему нельзя было втыкнуть в ногу тыкнуть в демон хантера и на этом бы все возможного для ребят уже закончилось вот демон хантер решил в солягу разобраться пойти но не так все просто майкер выкупает вообще все что можно из магазина но дх биты он должен умирать пола лечит да 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 лечим и последний момент успевает слопать еще один живительный поушин судя по всему переданный соколом или он откулдаунился в магазине это неважно умирает демон хантер в это время армия стоит и лупцует по зданиям тут у шадохантера накопилось мана на лечение и герои начинают разруливать здесь весь этот лимит паладин без маны бладмак бежит но уже никуда не успеет и блэд мастер нарезает нарезает в общем конечно как они отковырялись как они пережили эту атаку совершенно непонятно у них было проиграно вдрысь сделать два шага рефлайны просто хуман нужно было бежать одним героем туда перебей героев майкера и все собственно говоря у сокола не хватило бы ресурса эту брашку раскидать через одного лишь только блэд мастера но собственно говоря теперь блэйд нужно кстати сарбой сарбой я да понимаете вообще ничего не сделать хекс на очередного я хотел сказать рифла но это казался блат маг но видимо он от пользы от него пользы от него не больше чем от рифла в этой ситуации да но ребята плохо контроле своих героев безусловно ребята нет добили майкера когда у них была такая возможность ну и собственно сокол с блэйдом и тремя когтями затащил то есть майкер там стоял продержался еще на чудесах как-то ему передавали повшины когда почти умер дх ну да побежали опять же отдали дх на ровном месте почему-то решив что он один справится с тремя героями соперника пути битами но тем не менее да но и здесь уже конечно ситуация развернулась совершенно в обратную давай когтей много не бывает берем все блэйд мастер плюс 44 атака вы понимаете что он скрита может не знаю рифлу голову срубать с одного удара посмотрите у него ой простите сотка сотка атаки а вот время строить второй барак а там уже тир-3 и переходим в коней ну не знаю мне кажется такой блэйд с арбой с атакой сто с жуткими совершенно статцами он раскидает уже всех коней и коз козлов и баранов вообще все раскидает наши воины вступили в бой ну вот а эльф свичнулся в медведи в принципе грамотное решение но с таким контролем хорошо успели тп вжать кое-как красные точки забрали оба обе то обе точки забрала команда goodgame и ловить уже нечего героев прокачать негде осталось только одна желтая . но оранжевая между их базами у красных и я вот думаю с атакой соточка сколько готова сколько крит будет вылетать мне просто интересно какие криты будет вылетать у блэк мастера давайте будем обращать на это внимание финальном файде машка что-то жрет уже вкусное что ты ешь готова что-то купил ну давай уже сейчас у меня текут слюня и леща леща оставьте в покое это мой да хорошо банка маны для скорее для шедоу хантера конечно зачем лейду мана и я хочу смотреть на криты я хочу смотреть на криты черепахи кстати регулярно мажут по диман хантеру косы черепахи blade с атакой в 100 и берет еще что берет он вул конечно конечно в принципе под углом он за семь секунд стаку а и свиток звери еще а все правильно потому что дриады запарятся копиями махать чтобы все они спелить а у хумана присток не завезлось в базе дороге заканчивается тем временем и я так понимаю что готовится финал к хотя цоколю и бобру не обязательно вообще драться и можно укрепить преимущество экспанда преимущество у них сейчас огромное именно в прокачанных героях и в уже нормальном боевом лимите да тут мишки грейдами 11 на это конец грейдами 11 мишки не знаю скольки у тут грейды тоже делается но мискир со страха влепил два сторожевых дерева чувствует тонкой игру а у него все еще два медведя а вот вот в чем тонкость момента у майкера все еще нет нормального лимита его отбросили в каменный век его только-только сейчас он готовится и вы знаете этот файт я такое знаете опрометчиво и сам самонадеянно уже начал приписывать победу бобрам хотя здесь но просто именно за счет героев шину сокола не должны затащить плюс 5 shadow hunter массовое лечение демон хантер здесь скорее просто чтобы упал и отсасывать а сжигать простите отсасывает вот 2 blood mac ну все будет строится короче говоря на блэд мастере и грамотном контроле нас ждет жаркая финалка и вот они пошли у майкера 35 боевого лимита отличная ситуация это вот нычка полетела до или вопросов пойдет гулять деревом интересного будет нычка или нет от бобра так сокол снабдил его лесом и судя по всему бобер 39 лимита из 40 он провтыкал мунвелл построить но ему нужен лимит боевой все равно хотя бы в полтинник выйти надо он был на 50 надо построить конечно так тут шаманы пошли не шамана эти вич-докторы с ловушки будут ставить да вот и по одному коню ну хорошо грамотный бенниш на коня и огромная просто медвежатик целый зоопарк здесь конечно цирк уехал медведи остались да но начинается битва три рифла и вот стенка на стенку машемся но в отличие от красных у здесь и спирит линк все дела к той готовый слопать тоже два голодных к дуэ готовых слопать медведя или коня но стенка довольно приличная кстати там кого-то гоняют там блэд мастер выписывает криты 400 крит да конечно блэд мак какие шансы поехали дальше следующая нага никто не может защитить несчастных героев нага хочет обратно в таверну сейчас я жду крита но будет крит сегодня вот сейчас будет крит я чувствую нет крита нет на следующий пошел дайте критов то чуть-чуть насыпьте нам таки не зря у человека четверо когтей 336 добрый вечер понимаете да понимаете как жить против такого блэйда да он такое выписывает ну и вот все собственно говоря разруливает один блэйб солягу гг гг пишут соперники но была у них возможность добить в принципе интересная демка не в плане кого-то божественного скилла или контроля но по крайней мере здесь мы увидели очередной раз подтверждение старой доброй истины что как лягушка в тонувшая лягушка тонувшая в крынке с молоком а лапками до последнего до последнего лапками сучила и взбила себе масло вот здесь не нужно расслабляться с одной стороны раньше времени и с другой стороны нужно биться до конца пока есть хоть какие-то ресурсы на победу мне бы еще это в своих играх применять было бы совсем хорошо ну что спасибо ребятам за игру оставайтесь на good game и подписывайтесь на мой канал на ютюбе с вами был под шелест пачки великолепной который очень украшает я считаю тут раз эту этот демку с вами был краб до новых встреч ребят всех наступившими праздниками пока